всем привет сегодня речь пойдет о этом растении это миниатюрка и называется это диакия хендерсонияна найдено это растение в стране под названием барнео не уверена что произношу правильно но находится она между малайзии и индонезии вот здесь вот это растение всегда остается миниатюркой и относится и относится но к семейству вандов вот так вот в таком виде я получила это растение я уже вижу что она цвело если вы сомневаетесь будет ли расти цвести это растение или нет то всегда полезно купить растение уже у которого был цветонос таким образом вы знаете что это растение взрослого возраста то есть пригодные для цветения и так небольшая информация об этом растении и так это растение может расти на пробке привязаны я показывала в предыдущем видео как вы привязываете растение на пробку принципе можно даже на просто на дерево она растет а в горшочках но так как это вандовая и я заказала корзиночку я буду его пересаживать вот в эту корзиночку может быть немножко большего там но это минимум что у них была если у вас это растение растет в корзиночке с мхом то мох нужно менять каждый год потому что там могут развиться всякие бактерии если у вас это растение будет сидеть в горшочке с субстратом орхидейным субстратом то смотрите чтобы орхидейный субстрат был жестким и не разлагался то есть до тех пор пока он не разлагается то зачем пересаживать а причем если у вас это растение на пробке то его не нужно пересаживать вообще потому что она просто растет и растет поливать это растение естественно рекомендуется дождевой водой без всяких без хлорки без всяких примесей то есть чистой водой обрызгивать его нужно каждое утро и если она у вас сидит в горшочке то просто смотрите чтобы у вас был субстрат влажный это растение нельзя допускать до того чтобы она сохла свет этой орхидеи нужен средне приглушенный в отличие от ванд полные полные солнечные лучи ну то есть даже если это семейство вандовых то все равно он немножко отличается цветет это цветет эта орхидея очень красиво белорозовыми цветочками и сезон цветения это весна-лето температуры должны быть теплые и цветы и кстати у этого у этой орхидеи тоже с очень приятным ароматом и так начнем и всегда сохраняйте этикеточку потому что это очень важно знать название вашего растения и и и и прикреплю на проволочку сбоку и так это растение было в сфагнумом мухе и я планирую посадить ее как-то так и так как это растение очень воздухолюбивый то есть ему нужно постоянные ему нужна постоянная вентиляция то в принципе коробочка это просто для того чтобы она хотя бы была в чем-то то есть для поддержки и это растение нужно будет обрызгивать раз в день кратно утром и если мне если этому растению не понравится подобные подобные условия то его всегда можно будет привязать на дерево но пока я это оставлю вот так вот и сейчас я привяжу мою проволочку и на этом моя диакия хендерсония пересажена теперь я пойду найду ей место в своем саду и буду вас держать в курсе событий желаю всем хорошего настроения до скорых встреч